Всё, я освободила вот этот вот угол. Теперь у меня ёлочка будет стоять в этом углу. Девочки, я только что придумала лайфхак. Сейчас поделюсь с вами, может кому-то это пригодится. Всё, можешь заходить в комнату, открывать занавесочку. Так. Корзиночку надо взять. И пошла я по списку. Почитала ваши комментарии. И, кстати говоря, насчёт чёлки, я смотрю, сколько людей, столько и мнений. Всем доброе утро, девочки мои. Проснулась сегодня ни свет, ни заря, в три часа. Можно было бы ещё поспать, но я что-то, вот знаете, когда начинают какие-то идеи возникать, залазит в голову какие-то мысли, какие-то идеи. И всё, пришла мне идея сегодня в голову. Я проснулась, уже успела искупаться, но на улице ещё пока темно. Время только 26-го. В общем, чё за идея? Почему-то у меня уже такое, знаете, предпраздничное немножко подкрадывается настроение. Я уже убрала, а генеральную уборку сделала на предыдущем видео. И вот я думаю, что пора, наверное, достать ёлочку. Я вчера ходила в садик за Настей. Там уже, я смотрю, возле садика, там дворик украсили, уже такие вот игрушечки висят. Вот эти вот какие-то ёлочные такие вот эти вот, ну, в общем, как гирлянды, не гирлянды. В общем, украшения, не важно. Вот. И я так думаю, что, чтобы, наверное, приблизить к себе уже поближе такое настроение предпраздничное, наверное, надо ёлочку нарядить. При том, что сегодня суббота, сегодня у меня будет Настя. И ей, думаю, будет это интересно. По крайней мере, веселее будет. Ёлочка всё-таки сверкает там. Какие-то украшения. Что-то я оставлю ей, чтобы она там повесила. Но в основном это всё сделаю я, потому что у Насте будет немного времени у меня сегодня. Утром её сын приведёт. Пару часов она мне побудет и на тренировку. И тренировка у неё будет там. С тренировки, может быть, даже и Наташа заберёт. Вот. Так что у нас утренние часы на это дело. Поэтому сейчас я хочу достать и посмотреть, что у меня есть, в каком состоянии, как это всё выглядит. Ну и чтобы настроение предновогоднее у вас тоже как бы появилось, да, я думаю, что мы будем с вами вместе это вот как бы наряжать ёлочку и радоваться уже предновогоднему такому, не знаю, состоянию. Потому что у нас, например, снега нет. У нас на улице вот вчера плюс 10. Идёшь по улице и не поймёшь. Вообще никакого нету даже намёка на то, что скоро Новый год. Вот. А вот если бы снежок лежал, так чуть-чуть морозик небольшой был бы, уже бы чувствовалось, что да, это уже зима и уже приближение Нового года. Ну а пока такого ощущения нет, мы его создадим себе. Это предновогоднее настроение сами. Так что если у кого-то из вас тоже ёлочка есть искусственная, то я думаю, что можно уже её наряжать. Кто-то уже, может быть, и нарядил давно. Вот. И создавать себе такое вот праздничное такое настроение весёлое. Ну поехали. Всё. Я освободила вот этот вот угол. Теперь у меня ёлочка будет стоять в этом углу. Картины я менять не буду. Как они висят, так пускай и висят. Вот. Ну я думаю, ёлочка там будет очень хорошо смотреться. И я буду на фоне этой ёлочки сниматься. Ну вот я достала. Смотрите, ёлочка у меня сложена. И игрушечки у меня аккуратно все сложены в коробочке. Так. Ну что. Надо это собрать. Как оно у меня тут собирается. Давайте вспомним. Ага. Вот так. Вообще удобно, когда вот маленькая ёлочка такая аккуратненькая. Всё собирается, убирается. Так. И ёлочку вот так поставим. О. Ну. Так. Теперь надо вот эти вот веточки. Аккуратно опустить. Всё я поправила вроде бы. Сейчас я хочу посмотреть, что у меня за игрушки. Ну, несколько игрушек я повешу. Хотя тут сверкают лампочки. И много там навешивать не обязательно. Так. Ну, вот эту штуку я внизу украшу. Закроем. Классно. Закроем вот так вот. Снизу. Вот так вот раз. Вот красиво. Правильно? Правильно. Так. Гирлянды. Это потом повесим куда-нибудь. Так. Ну, что у меня тут игрушек-то, в принципе, немного. Так. На них, на некоторых есть ещё ниточки, на некоторых нет. Повесим что-нибудь куда-нибудь. И так. Вот. Классно. Так. Ну, ладно. Буду я это вешать уже потихоньку сама. Потом вам покажу, что у меня из этого вышло. Вот так. О, красота. Ну, вот как-то так, девочки. Сейчас я выключу свет, посмотрим. Вот такая красота. Единственное, что на этой ёлочке не регулируются вот эти вот моргания лампочек. Они вот просто моргают именно так. Больше никак. Но всё равно весело, да? Вроде бы ничего. Так. Чтобы ещё украсить. Вот не спится и всё, девочки. На улице сейчас 25 минут. Седьмого ещё темно. Ну, я вот эти вот решила снежинки ещё наклеить. Но не все. Несколько снежинок я оставлю Насте. Это я вам показывала. Покупала в пятёрочке. Вот такие беленькие и серебристые. В общем, короче говоря, хочу попробовать, как они клеятся. Они вроде такие вот силиконовые. Вроде мягкие такие прям. Ну, 59 рублей стоит упаковка. Я думаю, да. Что? А, вот что здорово. Они не на скотче, не на клею, а они просто силиконовые сами по себе. Вот. Ой. Даже ещё тут снять. Смотрите, какие. Вот такие вот они силиконовые. И они просто будут на стекле держаться. Потом нужно будет снять и на следующий год ещё оставить. Классные. Не обращайте внимания, я ещё к пижамке. Ну, ещё ночь, правильно? Так. Как бы это, куда бы прилепить? Надо же ещё придумать, куда прилепить. Ой, хорошо. Раз. Вот. И прилипло. Классно? Так. Я хочу их как-то чередовать немножко. Чередовать немножко хочу. Прикольненько. Так. Чем бы заняться, да? Когда не спится вообще просто. Вообще просто женщина не знает, чем ей заняться. Так. Я же ещё тут иногда снимаю. Надо, чтобы они как-то... куда её лепить. Чтоб они как-то не мешали, в общем-то, да? Куда прилепим. Ой, не так легко лепится. Раз, и так, и всё. Ещё думать надо, куда прилепить. Вот так. Смотрите, как классно она лепится. Вообще здорово. Так. Вот так. Вот так вот шлёп, готово. Прикольно. Вот чем ночью заниматься можно, да? Когда не спится. Люди спят, на улице темно. А я вот занимаюсь. Сюда её. Куда? Вот сюда. Оп. Здорово лепит. Сейчас налеплю, покажу вот эту. В общем, девочки, я их накидала на окно все. Но Настя придёт, и вот она легко снимается, и легко вот так крепится. Так что Настя может тут их перевесить, как ей понравится. Классно, что она не на скотче, а вот прямо она сама вся по себе силиконовая. Так вот легко держится, легко снимается. В общем, мне осталось повесить гирлянду, но мне нужно будет немножко стучать, пусть соседи уже когда проснутся потом. А ещё вот такие штучки у меня есть, они на прищепочке. И вот это, кстати, то, что на прищепочке, это хорошо. Вот, например, и вот такие ещё жёлтенькие, такие три штучки. Можно на занавесочку повесить. Короче, сейчас как-нибудь распределю. Я думаю, что можно даже что-то прикрепить сюда на эту прищепочку. И вот так вот повесить. В общем, пока так. А потом, может, перевешу ещё как-нибудь. Сейчас пока здесь повешу. Вот так. Вот. Уже как-то прикольненько. Ещё как-то гирлянду можно было бы подцепить. Я даже знаю, как. Хотя можно, допустим, прищемить вот этой вот прищепочкой. И как-то её вот так повесить. Как-то там ещё. В общем, не знаю ещё, как. Вообще, девочки, хочу сказать, снежинки мне вот эти понравились. Класс. Если бы я их раньше раскрыла и знала, какие они классные, я бы сразу взяла бы ещё. Мне хочется их побольше. И везде, где у меня вот зеркало, там стеклянные какие-то поверхности, ещё можно было бы их куда-то налепить. Самое главное, вот я в прошлом году отдирала, когда то, что у меня было вот на этой липкой поверхности, да, клеилось. Некоторые порвались, когда я отдирала. В некоторых местах клей этот остался. Я его потом с таким трудом отодрала от окна, что я уже просто даже боюсь, вот с такими вот, которые в фикс-прайсе продаются, вот эти, которые на этом, как это сказать, ну, как на скотче, да, вот эта вот поверхность липкая, и она плохо отдирается. А вот этот силикон, раз, легко перевешивается, легко можно хранить обратно на плёночку. Их налеплю, обратно положу. На следующий год, я думаю, они ещё будут вполне даже нормальны. И когда пойду в пятёрочку, вот сейчас надо написать, если они ещё будут, надо купить. Советую, девочки, берите, если кто встретит. Ну, в любом случае, 59 рублей, допустим, одна упаковочка, там три снежинки стоит. Оно, конечно, не дёшево, но, с другой стороны, если многоразовый вариант, то лучше взять. Это лучше, чем портить стекло и одноразовые брать, которые стоят, ну, пусть они там стоят, не знаю, сколько стоит, я не помню уже, упаковка вот таких вот этих, фикс прайсов. Ну, честно говоря, мне их уже что-то не хочется больше брать. Вот, всё, короче, осталось мне повесить гирляндочку, но вот эта гирляндочка, она регулируется, здесь есть кнопочка регулируется сверкание. И уже когда можно будет постучать, где-то я их повешу. Хотя у меня ещё есть одна идейка. Сейчас я попробую, посмотрим вместе. Девочки, я только что придумала лайфхак. Сейчас поделюсь с вами, может, кому-то это пригодится. Короче говоря, берём ниточку. Связываем её. Вот, теперь, значит, у нас получается вот такая вот штука. Вот, кольцо, да. Теперь вот так вот берём проводочек на гирлянду и можно на гвоздик повесить. А если гвоздики не хотите забивать, или вот у меня сейчас соседи ещё спят, да, кнопочку, просто взять обычную кнопочку канцелярскую и вот так вот это дело на кнопочку, вот так вот и прикрепить кнопочку на стену. Я думаю, будет держаться, потому что гирлянда лёгкая. И вот так вот, вот так вот раз на стену и всё. Потом кнопочки повытаскивали, и у вас дырок не будет от этих гвоздей. Да, кстати, вот как вариант, затянула. Вот. Потеречка получилась. Это ж прикольно, да? Вот так вот всё время на ходу сочиняю лайфхаки. Сейчас попробую повесить, что из этого выйдет, посмотрим. Ну, в общем, вот так вот получилось. Вот на ниточке висит. И не пережмём, не передавим провод. Вот. На одной кнопочке тут повесила, там в углу у меня гвоздик есть. А тут просто тоже прищемила вот прищепочкой вот этой вот. И всё, прекрасно всё держится. Сейчас посмотрим, как у меня этот уголок выглядит. Уже очень симпатично, мне нравится. Подушечка в тему как раз с птичками. Вот. Надо выключить свет и включить лампочки. Посмотрим. Ой, какая красота! Мне нравится. Я думаю, внучке тоже понравится, придёт. Красота, ляпота. Вот гирлянда, её там можно переключать. А ёлочка, вот она не переключается, моргает она очень быстро. Ой, ну просто красота. Всё. Решила не перезагружать всё это очень сильно. Всякими лишними игрушками, хлопушками. Я думаю, уже достаточно всё смотрится симпатично, да? Девочки, что скажете? Вам нравится, как я уголок свой украсила? Красота! Ляпота! Мне нравится, девочки. Как это здорово смотрится. Как я, видите, халатик одела, чтобы посмотреть, как вообще на этом фоне я буду выглядеть вообще. Всё сверкает, всё моргает. А при выключенном свете вообще просто шикарно. Теперь мы с Настей, если будем вечером уже находиться вместе тут, когда на улице темно, мы можем включить ёлочку, гирляндочки. И у меня, правда, настроение поднялось, когда смотришь на вот это всё разноцветное моргание, мигание. Просто здорово, да? Вообще. Ну всё, время полосьмого утра, а я уже всё сделала, управилась. Вот чем я занимаюсь ночами, понимаете, когда мне делать нечего. Но это когда есть желание, когда есть какие-то идеи. Вот. Ну всё, сейчас я включу телевизор, посмотрю пока телевизор, позавтракаю. И у Настя уже через два часа должна ко мне прибыть. Девочки, на улице уже рассвело. Время уже 20 минут десятого. На улице холодно. Сегодня днём плюс два, ночью минус два будет. В общем, выходные дни у нас прямо похолодает. Очень похолодает. Ой, даже не знаю, окно открывать прям не хочется. Так посмотрим через окно, да? Пасмурно будет целый день. Надо что-то одевать потеплее. Пришла внуча, закрывай дверку. Что это за надпись наверху? Ну, сейчас посмотрим. Вот надпись. А, ты же видишь новый календарик у меня висит, да? Да, ещё я вижу новый календарик. Да, но это только тут. Сейчас посмотришь, что дальше. Всё, можешь заходить в комнату, открывай занавесочку. Так. Надо же открыть. Ой, как красиво. Я сегодня ночью ёлочку украшала. Нравится тебе, Настюля? Да. Вот так сделаем. Красота. Ну, вот. Это на сосочки похоже. Да. Теперь у нас будет повеселее, покрасивее, да? Да. Но всё. Это же красивее, чем этот индюк. Какой? Не индюк, а тот розовый, который. Ну, вот такая вот сверкающая ёлочка у нас. Деда Мороз, я тебя прошу, посмотри, как у нас дома всё прошло. Кстати, да, а как ты вот эти штуки-то висит? Они на прищепочке висят. Да. Ну, давай, Настюля, раздевайся. Пока дома ещё два часа побудем, потом на тренировочку. Два часа. Настюля увидела снежинки на окне. Так, Настюля, смотри, а эти снежинки, они не приклеены. Они силиконовые, и вот они вот так вот легко, вот так вот аккуратненько снимаются. Только надо аккуратно, чтобы не порвать. На, держи, и можешь приклеить вот куда-нибудь, где-нибудь здесь. Попробуй приклеить. То есть она не липкая? Ну, она не на клею, а так она силиконовая, она на стекле держится хорошо. Классно, да? Ну, здорово. Четыре больших. Раз маленькая, два маленькая, три маленькая, три маленькая, четыре маленькая, пять маленькая, шесть маленькая, семь маленькая, восемь маленькая. А тут 5 раз большая, 2 большая, 3 большая, 4 большая. Сколько насчитала ты, Снежинок? Я вообще сейчас не считаю. Ладно, ты считай пока. Я тебе покушать сейчас сделаю. 12. Молодец, правильно. Настюша сказала, у меня кукурузные хлопья есть и молоко. А я могу и говорю, тебе еще гречку с молоком. Что ты будешь? Она, конечно, хлопья. Сейчас только молочко чуть-чуть разогрею и в холодильнике хранила. Смотрим с Настей фильм «Сказка о потерянном времени». Девочки, фильм старый, наверное, 60-х годов. Мне кажется, что я смотрю там и по одежде, и по всему. Мне кажется, конец 60-х или начало 70-х годов фильм. Ну, такой вот для ребенка интересный. Настя с удовольствием смотрит. Все, мы уже поели. Сейчас уже одеваемся, идем на тренировку. Все, девочки, мы с Настюшей вышли и идем на тренировку. Да. Кстати, мне бабушка подарила палочку. Селфи-палочку подарила. То есть это не та, на которой бабушка сейчас снимает? А другую. Да. У меня еще одна была. Черная. Вот, на улице, девочки, пасмурно, прохладненько. Днем плюс два, ночью минус два. Я уже сказала, и завтра, и послезавтра аналогичная температура. Но осадков в ближайшую неделю не наблюдается. Так что ничего страшного. У меня уже новогоднее настроение. У меня елочка дома. Поэтому Настюшке она понравилась. Да, Настюша? Да. Красивая, классная елочка. Фух. В общем, так, вышли. Ветра нету, хорошая погода. Потихонечку решили пройтись. Подышим сейчас чуть-чуть. И пойдем. Кстати, чувствуется мне уже, что я не выспалась. Уже глазки такие вот закрываются. Но у нас из тренировки сегодня заберет Наташа. Она сегодня раньше заканчивает работу. Так что Настюшу сейчас я отведу на тренировочку. Переоденется. Расчешемся. Косичку заплетем. Я ей с собой там йогурт дала, печеньки на перекус, накормила. В общем, все хорошо. Все у нас замечательно. Все. Настюшка, а ты можешь попрощаться сразу уже со всеми? Ну что, всем пока-пока. Ну, если что, и там может быть, я тоже буду иногда там, может быть, поморожки, буду вылаживать видео. Так что, может быть, вы меня увидите. Все, всем пока-пока. Она будет вылаживать видео. Она думает, что видео вылаживать это так просто. Если даже смартфон появится, будешь фотографироваться. А видео делать. Надо же его делать сначала, прежде чем вылаживать. А это... А это не просто. Я по полночи сижу, монтирую видео. Очень долго это делать. Для этого компьютер нужен. Так что, Настюля, подожди немножечко сначала. Кажется, ветер дует, девочки. Все, я закругляюсь. Вернусь, а потом попозже. Все, девочки. Оставила Настю на тренировке. Так, решила зайти в магнит. Кое-что мне нужно купить именно в магните. Корзиночку надо взять. И пошла я по списку. Значит, самое главное, что я беру именно в магните, это только вот эти вот блины. Где они? В каком-то холодильничке. Девочки, мы шла я свои блинчики. А вот это меня заинтересовало. Премиум. Блинчики с томленым мясом. Ну, дороговато, правда. Но, наверное, очень вкусно. Много мяса. Ну, надо попробовать. Все надо пробовать брать. Девочки, зашла в магнит. Вообще, в магнит я зашла для того, чтобы только вот майонез. Я покупаю только в магните 15-процентный. Ну, это майонезный соус легкий. Но он на вкус как майонез, но зато он не жирный. И блины. Блины вот эти вот нам понравились с Настей. Я взяла еще две упаковки. Удобно то, что не нужно замешивать сразу много блинов. Вот, например, 2-3 штучки достали из морозилки. Разогрели и все. С вареньем, со сметанкой можно поесть. Вот. И не надо их самим жарить. Конечно, когда семья большая, можно и сделать самим. Но ни одной вот наворачивать не хочу. А вот эта вот новинка. Я решила взять попробовать. С томленым мясом блинчики. Выглядят аппетитно. Премиум. Я надеюсь, вкусные. Хочу сейчас вот их разогреть и со сметанкой поесть. Вот. Ну и потом я уже увидела. Смотрю, сметана 10-процентная. Вообще, очень редко она встречается. Я ее второй раз в жизни вообще встречаю. 10-процентную сметану. У нас почему-то ее не продают. В пятерке точно я их не видела. Взяла йогурт. Взяла по акции. Кофе вот это. Мне она нравится. Так, вот это что еще взяла? Вот это новинка. Вишня и малина. Ну, я вот такие соки беру для Насти. Если с собой ей положить, вот как сегодня в рюкзачок, сок положить и там печенька или булочку, чтобы она перекусила там на тренировке, между тренировкой. Потому что у нее тренировка 3,5 часа. Решила взять яйцо, вот эти вот, сорт, высший сорт, нулевой. Ну, хорошие. Так, огурчики, помидорчики взяла. Вязанка взяла, колбаску обезжиренную, хлеб. Вот это взяла на пробу. Я такую кашу вроде еще не пробовала. Единственное, что со сливочным вкусом. Оно, конечно, мне не очень бы хотелось. Ну, я взяла всего три штуки. С вишней, абрикос и клубника. Российский сыр. Вообще у магнита моя цена. Ну, там хорошие продукты продают. Масло обычно беру другое, но вот это должно быть тоже неплохое. Взяла это. Взяла участников соленые огурчики. Вообще, думаю, сделать оливье, наверное, может быть. Но попробую, что за огурчики. Вот. И любимый свой виноград взяла, кишмиш. И взяла, девочки, еще одну упаковочку вот этих снежинок. Снежинки тоже стоят так же, как и в пятерочке. 59,99. Вот. Так что теперь у меня снежинок. Я хочу добавить их на окошко, чтобы было чуть-чуть побольше. Так. Ну, сейчас я буду пробовать блинчики. Я почитала уже состав. Состав хороший. Что тут у нас в составе написано? Так. Состав. Начинка. Говядина, лук, репчатый мясо, птицы, вода, питьевая, соль, перец черный молотый. Тесто, вода питьевая, мука, пшеничная, хлебопекарная, высшего сорта, меланш, яичный, пастеризованный продукт, яичный, масло растительное, сахар, сыворотка, молочное молоко, сухое. Сухое, соль, разрыхлитель, гидрокарбонат натрий, регулятор кислотности, кислота лимонная. Ну, вот эти вот регуляторы добавляют, чтобы срок годности был подольше. Вот. Полгода хранится, 6 месяцев до 1 мая. Так что можно такое брать и пробовать. Без соя, без ГМО. Три способа его. Можно разогреть в микроволновке, в духовке или на сковороде. Ну, классно. Кстати говоря, стоит 109,99, но в чеке, во всяком случае, такая цена. Ну, я думала, дороже будет. Вот так вот блинчики выглядят. Я распаковала. И, в общем, сейчас я разогрею два штучки в микроволновке. И все. На 800 мощность 3-4 минуты. И все. Вот так. Все, девочки. Блины я съела. Хотела сначала попробовать и вам показать. Но они как-то так туда быстро очень зашли. Я не успела оглянуться. Не, на самом деле блины вкусные. Мясо много. Мясо вкусное, хорошее. Оно даже, знаете, еще в микроволновке уже запах мяса вкусный пошел. Конечно, с домашним мясо не сравнится. Домашнее вы уже сделаете фарш сами. Там, конечно, пожарите. Там лучок, все дела. Не знаю. Мне кажется, лучше домашнего фарша нет ничего. Но если считать как недомашний, то очень даже неплохой такой фарш. В общем, два блина съела. И прямо мне понравилось. В общем, блины достойные. Можно брать. И цена, если действительно такая. Если мне это не по скидке досталось. То я считаю, что вполне приемлемая цена. 109,99. 110 рублей. 4 штуки. Нормальная цена. Вот. Так что надо брянс. Ладно. В общем, девочки. Сейчас я немножко подустала. В общем, немножко перекусила еще. И думаю, что надо мне немножко полежать. Все понемножку. По чуть-чуть. Полежать надо посмотреть пока телевизор. Может быть, даже вздремнуть. Потому что глазки прям закрываются. Ну, недосып чувствуется. При том, что я так с утра. Не с утра, а с трех часов ночи. Я так резко рванула. А время сейчас уже 2 часа дня. Вот. Ну, и потом посмотрим дальше, что будем делать. Я еще пока что с вами не прощаюсь. В общем, девочки. Уже вечер. Я к вам вернулась. Ну, что я сегодня целый день делала? Ничего. Я уснуть не смогла. Я лежала целый день. Смотрела записки там тайной канцелярии. Короче говоря. Экспедитор тайной канцелярии. Я уже забыла как называется. Он до сих пор еще уйдет. Это долговечный этот фильм. Я думала, я под него усну, проснусь. Но уснуть что-то мне не удалось почему-то. В общем, я так то полежу, то встану, перекушу, то встану, фрукты поем. В общем, так вот. Уснуть мне удалось. Может быть, если бы уснула, было бы легче. А может быть, и не было бы легче. В общем, почитала ваши комментарии. Кстати говоря, насчет челки. Я смотрю, сколько людей, столько и мнений. Кому-то категорически нравится с челкой. Кому-то категорически нравится без челки. Когда я ее прячу под шапкой. В общем, короче говоря. А я буду носить и так, и так. Если у меня волосы отрастут, там, либо челка как-то не так. Я ее буду прятать. Если она нормальная, значит, я не буду прятать. Для меня вообще, в принципе, не принципиально. Просто если она мешает, я ее спрячу. Если она не мешает, то я не спрячу. Не заморачивайтесь на эту тему. Вот. В общем, девочки, я посмотрела по времени. Там наснимала много. В принципе, сегодня у меня планов никаких уже нет. Я сегодня снимать ничего не буду. А завтра утречком я хочу пораньше смонтировать это видео. Как всегда. Я люблю, знаете, рано встать, помонтировать. Еще пока все спят. Вот оно как-то легче монтируется. Не отвлекает тебя ни какие-то лишние шумы. Ни какие-то смс-ки там постоянно какие-то приходят. Знаете, на телефоне теленькое-теленькое что-нибудь. Это оно отвлекает. Все время что-то отвлекает. Какая-то информация. Информационное поле, как я говорю. А ночью так спокойно работает. Ты знаешь, что кругом все спят. Вот. Так что я думаю, что завтра с утречка пораньше это видео я смонтирую. А потом я хочу с утречка уже после этого... Мне нужно снять еще для вас другое видео. Но для этого мне нужно будет выйти из дома. Вот. Так что на этом я хочу видео закончить. Как всегда, как всегда, что я вам говорю. Ставьте лайк, кому видео понравилось. Ну, подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч, девочки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok